У нас среди спикеров есть Оксана Силантина, которая является универсальным специалистом. Она поработала и на телевидении в свое время, и поработала в газете в свое время, и является одним из лучших специалистов по конвергенции, по мультимедиа, переходу одно в другое и выходу, наверное, в третий какие-то форматы. Оксан, что нужно сделать для того, чтобы продать тот контент, который мы создали? Вот творческий, яркий, хороший. Оля, дисквалифицированно. Ну, потому что сама постановка вопроса, вот у меня есть такая штука, неизвестно, кому она нужна, и ее надо впарить. Она уже, ну, потому что впарить. Потому что если мы говорим о продажах в интернете, то мы говорим о маркетинге в первую очередь. О том, что ваш контент должен разрабатываться для интернет-пользователей и соответствовать их поведению, их потребностям информационным, поведенческим и так далее. И в этом смысле я бы хотела чуть-чуть вернуться назад к цифрам про рынок и про тенденции и произнести одну очень важную вещь. Вы увидели красивые, ну, для кого-то красивые для интернета, а для кого-то не очень красивые, например, для газет, цифры. Но если вы видите, что интернет растет, телевизия, допустим, растет, а газета падает в целом на рынке, это совершенно не значит, что те же самые тенденции относятся к вашему конкретному изданию. Это совершенно не значит, что вы просто, имея сайт, получаете себе автоматом плюс 212. Или если у вас есть газета, вы автоматом получаете минус 48. Сергей в этом отношении очень хорошо показал, что хорошие подходы думать о том, как сделать полезно и рекламодателю, и читателю, оно принесет плюс и в печать, вне зависимости от тенденции на рынке. И поэтому самый главный совет, о котором я повторяю и не устаю повторять, во-первых, думайте о том, кто ваши конкретные пользователи, кто ваши конкретные читатели, что им интересно на этой конкретной территории, потому что Караганда от Кастана и отличается. Она отличается от Астаны, она отличается от Москвы, она отличается от Красноярска. И то, что хорошо работает на одной территории, совершенно не обязательно хорошо выстрелить на другой. Поэтому любой издатель, любой главный редактор в первую очередь должен сам для себя отвечать на абсолютно универсальные вопросы, которые стоят перед всеми редакторами. И надо очень много учиться. То есть я не знаю другого способа, как оставаться на плаву. Нужно, действительно, Руслан абсолютно прав, нужно больше общаться, нужно подписываться на профессиональные рассылки, нужно участвовать в вебинарах, нужно смотреть профессиональные сайты и просто тырить реальные рекламные идеи и контентные идеи, и адаптировать их для своей территории, для своих читателей. Оксана, есть какие-то идеи за последнее время, которые тебе показались вау-идеи? То есть кто-то какую-то идею по монетизации, по использованию каких-то инструментов реализовал, и ты восхитилась. Расскажи нам, что можно стырить. Я, наверное, не совсем правильно отвечу, не так, как ты ожидаешь от меня ответа на этот вопрос. У меня был семинар в Киргизии. Семинар очень такой ремесленный. Мы за два дня осваивали 15 инструментов, интерактивные всякие мультимедийные элементы, которые можно на сайте применять. Сидит женщина, главный редактор газеты, на взгляд ей 60. Что там в реальности, не знаю. Мы изучали, как размечать контент на географических картах. Она сидит, потыкала, поставила меточки, добавила туда картиночки, добавила туда текст. Потом вышла, говорит, мне вот сейчас вот ваша панорама не сильно интересна. И тут же, пока мы изучали интерактивные панорамы, она сходила и продала эту карту. То есть она создала карту магазины для женщин в ее городе. И пока мы тут со следующим инструментом, она тут же в коридоре продала этим магазинам размещение на карте у себя. Вот это вау. Когда человек не сидит и не ждет, что, наверное, созреют рекламодатели. Наверное, вот я такая замечательная, у меня такой замечательный сайт. Они ко мне придут с деньгами, с мешком. Она увидела инструмент, увидела его потенциал рекламный. Тут же пошла его и опробовала на конкретной рекламной аудитории. То есть вот самая большая ошибка, которую я чаще всего встречаю, мы сидим и ждем. Мы воспринимаем себя как площадку для размещения. Мы думаем, что рекламодателям просто заняться нечем, только нас купить. Да, еще мы говорим, а у нас вот такая ситуация. Вот у нас все плохо. Давайте я вам скажу еще одну речь, которая обычно звучит. Я же сегодня наивный модератор, поэтому я задаю все наивные вопросы. Есть еще одна речь, которая обычно звучит. Вот мы сделали такой клевый контент, реально клевый контент, и он у нас рекламодателя не привел. А потом какой-нибудь сайт это перепечатал и каким-то образом это продал. Или, а потом они приделали к нему какой-нибудь таймлайн, и они потом это продали. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки контент, который делаем мы для нашей традиционной аудитории, контент для интернета, это разные вещи. Я понимаю, что, может быть, вы уже 15 раз сегодня на этот вопрос отвечали, каждый в своей секции. Но просто еще раз, чтобы мы подвели какой-то логический итог этого. Ну вот смотрите, мой любимый пример, я его сегодня на мастер-классе приводила. Алтапресс, Алтай, нормальный такой аграрный депрессивный региончик с низкими зарплатами. Интернет-продукты сейчас где-то в районе 25% от дохода из всего издательского дома уже приносят. Исключительно потому, что начали развивать не продажу баннеров вокруг новостей, что само по себе уже и вызывает баннерную слепоту и так далее. Начали развивать спецпроекты, спонсорство, product placement на сайтах. Начали развивать такие меж-кросс-платформенные проекты. Начали развивать базы данных. То есть местный локальный Google. Заходит человек в поисковой строке, путевка в Турцию. И все локальные, не вообще во всем мире, а только барнаульские компании, которые торгуют путевками. И дальше мы их презентуем, дальше мы делаем для них странички, берег с рекламодателей денег за это размещение. То есть это отдельный бизнес, это отдельный бизнес и по разработке, это отдельный бизнес по продажам. И этому надо учиться, этому надо учить менеджеров по рекламе, этому надо учить директоров по рекламе. А чтобы их волшебно пнуть, сам издатель, сам владелец должен знать про эти возможности. И поэтому мне кажется, что чем ценны эти профессиональные форумы. Надо допускать мысль, что ты чего-то не знаешь. И надо искать, а какие еще есть рекламные модели. У меня, допустим, был вебинар по рекламным решениям для сайта. Это 89 просто идей, которые можно продавать в интернете. В интернете даже белое пространство можно продать. Вопрос продажники. Он может продать, он понимает, что это такое. Он владеет основами маркетинга. Не просто продает пиксели, не просто продает квадратные сантиметры, а продает рекламные решения. И вот этого у нас очень сильно не хватает. Причем я сейчас говорю не про Казахстан, я очень плохо знаю рынок. Москва и Россия очень плохо это продают. Как раз потому, что мы сидим и ждем. Спасибо большое, Оксана. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok